Алиса, скажи, а зачем нужно спать? На этот вопрос я люблю отвечать. Убираем игрушки, чистим зубки и ушки и начинаем. Подушки! Подушки! Почему небо синее? Подушки! Что такое алхимия? Подушки! Подушки шоу! Ложись, расскажу. Привет, друзья! На связи экипаж корабля «Подушки шоу». За штурвалом капитан Алиса и капитан Энджел Жуков. Всем привет! Алиса, получается, у нашего корабля два капитана? Разве так бывает? Конечно, бывает. Знаешь такое выражение? Один капитан хорошо, а два лучше. Кажется, оно звучит как-то по-другому. Может быть. Сейчас постараюсь не ошибиться. Энджел Жуков, возраст 11 лет. Начинающий актер, музыкант и шоумен. Ага, попалась! Мне уже 12! Актер, музыкант и шоумен в 11. А в 12 еще и капитан корабля «Подушки шоу». Кстати, а ты не хочешь спросить меня, куда направляется наш корабль? Очень хочу. Это был мой второй вопрос. В кругосветное путешествие. Ой, а это будет не слишком долго, а то нам с ребятами спать скоро пора. Зависит от капитана. Если его зовут Фернан Магеллан, то 1082 дня. Ровно столько времени 500 лет назад понадобилось команде великого мореплавателя, чтобы совершить кругосветное путешествие. 1082 дня? Это сколько же лет? Почти три года. Ну нет, это слишком долго. Так, а если капитана зовут Алиса? Тогда до сказки как раз вернемся. А по дороге поговорим о том, как Магеллан сумел изменить мир. Поговорим с кем? С профессиональным путешественником. Его зовут Николай Миклуха Маклай. А, я слышал про него. Он долго жил в Новой Гвинеи, среди папуасов. Вот только было это очень-очень давно. Позапрошлом веке. А, я понял. Наверное, ты шутишь. Голосовые помощники такими вещами не шутят. У нас в гостях потомок Миклуха Маклая и полный его тезка. Ты есть человек с точно таким же именем и отчеством. Ух ты, как интересно. Николай, здравствуйте. Рады приветствовать вас на борту подушки шоу. Привет всем. Я очень рад нашей встрече. Алиса сказала, что вы путешественник. А где вы путешествовали? Я организовал и возглавил первую в новейшей истории России экспедицию. Я оказался на берегу Маклая в Папу-Новой Гвинеи. Я отправился по следам своего двоюродного прапрадеда, который стал для папуасов первым европейцем, сумевшим наладить дружественный контакт. Целью моей экспедиции было провести исследование и выяснить, что изменилось со времен Миклуха Маклая. Это волновало не только меня, так как информации было совсем немного. Мне удалось встретиться с потомками папуасов, лично знавших Миклуха Маклая в XIX веке. Легенды и предания занимают особую роль в жизни обитателей берега Маклая и позволяют проследить произошедшие изменения в их укладе и понять их культурные особенности. Удалось собрать дошедшие до наших дней рассказы жителей деревни Бонгу, Гумбу, Гаренду, берега Маклая. О самом Маклае, которого здесь хорошо помнят. Во время визита российской экспедиции, нашей экспедиции, на свет появился малыш, которого назвали именем Маклая в честь приезда гостей и в память о русском ученом. И еще бы! Путешествовать – значит жить! Ханс Кристиан Андерсон. Да вот я тоже так думаю. Николай, а как стать профессиональным путешественником? Если я на море с родителями отдыхать поехал, это считается? Это, конечно, хорошее путешествие. Но настоящая экспедиция или настоящие путешественники, они сами прокладывают свой маршрут, планируют свою экспедицию и планируют свои цели и задачи. Если ты будешь вести свои дневники, изучать что-то, то это может превратиться действительно в экспедицию. Ставить свои цели, а по итогу этого еще и сделать доклад. Тогда это будет действительно и превратиться из обычного путешествия в путешествие, которое будет называться экспедицией. Интересно, а кто был первым настоящим путешественником? Вот этот самый Магеллан, про которого Алиса говорила? Конечно, люди путешествовали всегда. Но в 15 веке у них появилась возможность, благодаря развитию кораблестроения, путешествовать и на большие расстояния по морю, открывать новые морские пути и делать географические открытия. И одним из самых знаменитых путешественников того времени был действительно Фернан Магеллан. Его команда в истории человечества совершила первое кругосветное путешествие. Интересно, что будущий путешественник родился в португальском городке Саброза, а в детстве был по жему португальской королевы, жены короля Жоана II. А после того, как новый король вступил на престол, он покинул королевский двор. В 1498 году португальцы открыли морской путь в Индию. После этого и началась карьера Магеллана-мореплавателя. Поначалу он ходил в морские португальские экспедиции в Индию, накопил большой опыт и ушел, будучи молодым, на пенсию. Но долго отдыхать он не смог. Он поступил на службу к королю Испании Карлу I и предложил найти морской путь к островам пряностей. На карте эти острова можно найти недалеко от острова Новая Гвинея, западнее от него. 20 сентября 1519 года Фернан Магеллан и флотилия под его командованием вышли из Испанского порта. Так началась первая в истории человечества кругосветная экспедиция. А еще Фернан Магеллан открыл пролив, через который можно быстро попасть из Атлантического океана в Тихий. Кстати, название для Тихого океана придумал тоже он. А люди потом назвали пролив Магеллановым. Ого, это надо запомнить. А зачем он пошел в кругосветное плавание? Наверное, хотел стать первым и прославиться. Кругосветка получилась случайно. Да, так тоже бывает. Магеллан искал короткий путь к островам пряности. Они находились недалеко от острова Новая Гвинея и Австралии. На современной карте их можно найти, как Малукские острова, Индонезия. Европейцы всегда стремились достичь земель Востока, где произрастают экзотические виды растений, из которых изготавливаются пряности. Перец, корица, мускатный орех, гвоздика, которые очень-очень ценились. Эти места являлись прекрасным местом для возделывания таких культур. Однако короткий путь к заветным островам оказался не таким уж и коротким, и главное, очень сложным и полным опасностей. Флотилия, которую возглавил Магеллан, состояла из пяти судов – Тринидад, Сан-Антонио, Сантьяго, Концепсион и Виктория. Магеллан, как и Колумб, был сторонником идеи, что земля круглая, и справедливо полагал, что путешествие на запад приведет на восток. Поэтому он сразу же пошел по направлению Крио-де-Жанейро. Сначала они достигли побережья Бразилии, а через месяц – устье реки Ла Плата. Эту гигантскую реку моряки сначала приняли за искомый пролив между океанами, но вскоре поняли, что ошиблись. Они попробовали на вкус воды и поняли, что это пресная, а не соленая вода. Дальше корабли медленно продвигались на юг. Исследуя незнакомые побережья, они не могли найти пролив. Однако из-за погодных условий пришлось искать место для зимовки. Она продлилась около двух месяцев. Не обошлось и без конфликтов. Уже в первую ночь вспыхнуло восстание. Экипажи трех кораблей из пяти вышли из повиновения. Мятежные капитаны потребовали, чтобы Магеллан повернул обратно, в Испанию. Но адмиралу удалось подавить мятеж и продолжить экспедицию. В поиске пролива Магеллан послал на разведку самое маленькое судно – Сантьяго. Задача его была разыскать хоть что-то похожее на вход в пролив. Но судно погибло. Люди, к счастью, спаслись. Магеллану не удалось дождаться хорошей погоды. Штормы, характерные для Южной Атлантики в это время года, были постоянными. Флотилия покинула место зимовки и через два месяца, двигаясь на юг вдоль берега, оказалась у мыса Дев. И только в сентябре 1522 года парусное судно «Виктория» вошло в порт Сан-Лукар-де-Барамеда, из которого оно вышло три года назад. Изумленные горожане увидели, как на берег сошли истощенные, оборванные, измученные люди, которые опустились на колени и стали целовать родную землю. Из 265 человек, отправившихся в кругосветное плавание, только 18 меряков вернулись обратно. Самому Магеллану не суждено было вернуться домой, отважный адмирал погиб в стычке с туземцами. Но, несмотря на это, имя навсегда вошло в историю, как руководителя и идейного вдохновителя первой в истории человечества кругосветной экспедиции. Мой прапрадед Николай Миклухомакой говорил, о человеке можно судить по его целям. Магеллан поставил цель, от которой не отступил, несмотря на все трудности. Преодоление этих трудностей говорит о характере, стойкости духа, умении вдохновлять команду моряков, которые шли за ним. Магеллан – пример истинного мужества для многих поколений мореплавателей и, конечно, для меня. Да, раньше путешественникам было легко. Вышел в море и сразу что-нибудь открыл. А сейчас белых пятен на карте совсем не осталось. Как узнавать что-то новое? Легко. Включаешь Яндекс.Станцию и говоришь волшебные слова. Какие еще волшебные слова? Алиса, расскажи. А, я понял. Ты намекаешь, что пора отвечать на вопросы, ребят. Слово голосового помощника для меня закон. В эфире рубрика «Алиса, расскажи». Подушки, подушки, шоу. Алиса, расскажи. Итак, Арсений из Екатеринбурга спрашивает. Алиса, расскажи, а пираты сейчас существуют или их только в фильмах можно увидеть? Привет, Арсений. Пираты были, есть и будут, пока существуют морские путешествия. Когда-то пираты даже приносили пользу. Совершали географические открытия и становились настоящими героями. Пираты? Героями? Что-то мне в это не верится. И зря. Знаменитый английский вице-адмирал Фрэнсис Дрейк начинал свою карьеру как корсар, то есть пират. Он стал вторым человеком после Магеллана, совершившим кругосветное путешествие. Открыл острова в Тихом океане и пролив. Надо же, а я думал, пираты только и делали, что прятали сокровища. Все верно. Они прятали сокровища. А где лучше всего это делать? Где? Ну, на каком-нибудь острове, про который никто не знает. Стоп. Кажется, я понял. Они искали острова, которых не было на карте, и так их открывали. И именно так все и было. А современные пираты тоже полезны? Современные пираты – это морские разбойники, и от них стоит держаться подальше. Откуда вы знаете? Вы что, с ними встречались? Мне повезло, я не встречался с пиратами. Но путешественники могут сталкиваться с ними, и результат может быть очень-очень нерадостным. В общем, я понял. От пиратов лучше держаться подальше. Спасибо Арсению за отличный вопрос. Друзья, а вы можете расспрашивать Алису обо всем на свете. В любое время. Главное – не забыть волшебные слова. Брекс, кекс, фекс. Шутка. Алиса, расскажи. Николай, вы наверняка путешествовали как Магеллан по Тихому океану. Скажите, а Тихий океан и правда такой тихий и послушный? В Тихом океане больше всего действующих вулканов. В нем часто бывают землетрясения и даже цунами. Тихий океан, или как иногда его называют Великий океан, самый большой по площади и глубине океан на Земле. Он, как мы помним, назван Магелланом в 1520 году тихим из-за спокойствия воды во время его плавания. Несколько тысяч островов, разбросанных по Тихому океану, были образованы вулканическими извержениями. Если говорить о моем путешествии, то Тихий океан я пересекал по воздуху на самолете, отправляясь в Новую Гвинею в путешествие по следам Миклуха Маклая. У меня идея. Предлагаю переименовать Тихий океан в Капризный. Смотрите, как хорошо звучит. Пересек капризный океан. Шторм в Капризном океане. Может, еще что-нибудь переименуем? Предлагаю переименовать остров Гренландия. Название в переводе означает «зеленая земля». При этом большую часть года остров покрыт льдом. Да, человеческую логику, искусственному интеллекту бывает непросто понять. Но я стараюсь. Не знаю насчет Капризного, но то, что бы я точно переименовал, это берег Рай. Переименовал бы его в берег Маклая, как он изначально был назван. Говоря о береге Маклая, Миклуха Маклай во время своего первого путешествия высадился на самую малоизученную часть острова. Он выбрал ее намеренно, чтобы застать народ папуасов в своем первобытном состоянии, описать тех, кто никогда не встречался с европейцами, и тех, кто не подвержены их влиянию. Там же состоялось его первое знакомство с папуасами, и оно оказалось вначале не очень дружелюбным. Ой, расскажите, как это было. Миклуха Маклая оказался среди людей каменного века, которые отнеслись к странному пришельцу, как к некоему сверхъестественному существу. Они знаками предлагали ученому убраться во своясе и угрожали убить. Однако он не реагировал на их действия, и повсюду ходил без оружия. Благодаря своей осмотрительности, сдержанности, терпению, ему удалось преодолеть насторожность папуасов. Как писал сам Миклуха Маклая, дело идет на лад. Моя политика терпения, ненавязчивости оказалась совсем верной. Не я к ним хожу, а они ко мне ходят. Не я их прошу о чем-нибудь, а они меня. И даже начинают ухаживать за мной. Кроме того, немаловажную роль сыграли и медицинские познания Миклуха Маклая. Он принялся успешно лечить папуасов. Они обращались к нему за помощью, и он им помогал. Эта встреча наладила контакт с ними и показала, что он действительно очень сильный человек, мужественный, и не просто мужественный, а прямо как мифический герой, который не боится ничего. Ни стрел, ни копий. Прозвище «Человек с Луны» появилось после того, как путешественник зажег ночью сигнальный огонь. Папуасы решили, что он запустил на небо Луну. Николай, а как живут папуасы сейчас? Папуасы берега Макая бережно хранят свои традиции. Старейшина говорит, мы сохраняем их, благодаря тому, что наши дети живут вместе с нами, не уезжают. А их самобытная культура под давлением инноваций не растворилась полностью и гармонично уживается с новшествами, такими как радио, мобильные телефоны, солнечные батареи. Есть и современные посуды для приготовления пищи. А в скором времени, я уверен, они начнут использовать и голосовые помощники. Тем более, что некоторые русские слова, благодаря Мику Хмаклай, они хорошо знают. Топор, кукуруза. В следующий раз захватите с собой мою колонку. Надеюсь, она будет работать в этой части света. Кстати, а вы собираетесь еще в путешествие? Конечно, собираюсь. Как же без этого? Экспедиция к западной части острова Новой Гвинеи, конечно же, это то, куда я хотел бы отправиться. Мику Хмаклай путешествовал по Пуаковея, это было одно из опаснейших его путешествий, и в ближайшее время я планирую туда поехать. По острову Малаку в Малайзии, Сингапур там был Мику Хмаклай. И, конечно, есть мечта отправиться на парусном судне, прямо из Петербурга до острова Новой Гвинеи, на северо-восток. Мику Хмаклай когда-то добирался 10 месяцев. Но я думаю, современные технологии даже под парусами позволят нам добраться многим быстрее. Класс! Я тоже хочу в путешествие! Вот и прекрасно. Потому что очень скоро мы все в него отправимся. Серьезно? Мы поплывем в Новую Гвинею? Или вокруг света, как Магеллан? Лучше. Мы поплывем в страну сновидений. Только сначала попрощаемся с нашим гостем, послушаем сказку и почистим зубы. Эх, а я-то обрадовался. Не расстраивайся. Абсолютно уверен, что все твои мечты сбудутся. Главное – желание. Я уверен, что ты сможешь сделать много открытий в своих путешествиях. Золотые слова. Николай, спасибо, что пришли к нам в гости. Было невероятно интересно узнать о великих путешественниках прошлого от путешественника настоящего. Большое спасибо, ребята, и за ваши вопросы. Мне было очень с вами интересно. До свидания.